Всем привет! Сегодня будем готовить очень давно забытый торт из детства, который называется 5 ложек. Думаю, что название этого торта сейчас изменено, потому что когда я угощала этим тортиком своих знакомых, родных и близких, все говорили, что это напоминает такой торт из детства, не можем вспомнить название. Ну, в общем, мы уже давно позабыли, как он назывался, поэтому сейчас он называется 5 ложек. Ловите рецепт, очень вкусный, уверена, всем понравится. И так, торт 5 ложек, поэтому я измерила по 5 ложек муки, 5 ложек сухого молока и 5 ложек сахара. Значит, смотрите, я обычно делаю так. Вот так выглядит ложка муки, вот с горкой. И вот ложка молока сухого выглядит вот так. Возьмите 3 крупных яйца комнатной температуры. Убедитесь, что яйца, которые вы возьмете, не будут мелкими, это важно. И еще орехи. Заранее я их промываю. Количество орехов вы можете взять чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше по вашему вкусу. В этом тортике я буду использовать разрыхлитель. На соду не заменяйте. Отмеряем 1 чайную ложку с горкой разрыхлителя. Можно взбивать не только миксером, но и просто венчиком. Для начала взбиваем яйца с щепоткой соли. Добавляем в яйца 5 столовых ложек сахара. Во взбитые яйца просеиваем 5 столовых ложек сухого молока. Так, высыпаем. Теперь 5 столовых ложек муки. И разрыхлитель. Теперь берем противень. У меня размером приблизительно 30 на 25-26 см. Я устеляю его пергаментной бумагой. Перекладываю сюда все тесто. Вот так. И стараюсь распределить тесто равномерно по всей формочке. Итак, очень важный момент. Духовку заранее разогревать не нужно. Убираем корж в холодную духовку. И только после этого включаем ее на 180 градусов. И выпекаем приблизительно 15 минут. У меня печется. Возможно, у вас плюс-минус 5 минут. Каждая духовка будет печь по-разному. Для чего это делается? Чтобы в процессе нагревания продуктов сухое молоко правильно начало работать. Иначе он быстро начнет подниматься, а молоко не успеет. Итак, ставим в духовку. И только потом включаем. У меня пекся он ровно 15 минут. Проверяем деревянной палочкой. Вот она полностью сухая. Он хорошо такой горяченький. Пусть постоит и остынет хотя бы 2 часа. Итак, подготовленные орехи я их помыла и обсушила. Вот так вот они у меня выглядят. Теперь нужно взять сгущенку вареную или купить вкусную риску. Мягкое сливочное масло. И запомните, масло и сгущенка одной температуры должны быть. Теперь печенье. Я беру песочное печенье. У нас называется коровка. Беру шоколадное. Все печенье перебиваем в мелкую крошку. У вас должна была получиться вот такая крошка. Итак, из всей массы крошки отбираем 150 грамм в чашу блендера. Обратно сейчас будем готовить начинку в торт. Итак, 150 грамм печенья. Сюда же я добавляю орехи, которые я помыла и высушила. Все это измельчаю. Вот такая крошка у вас должна была получиться. Такая песочно-ореховая. Из этой крошки будем готовить крем. Итак, в сотейник с толстым дном отправляем всю песочно-ореховую крошку. Вот так. Сюда отправляем коньяк или ром. Где-то 30 миллилитров приблизительно. Или хотя бы одну-две столовые ложечки. Молоко 100 миллилитров добавляем. Перемешиваем и ставим увариваться. Из общей нормы сгущенки приблизительно столовую полную ложку отправляю сюда к орехам. Это я буду взбивать уже со сливочным маслом. А столовую ложку хорошо перемешиваем со всей вот этой ореховой массой. Получится очень вкусно. Вся эта масса уже как бы больше похожа на какую-то такую конфетную начинку, будем так говорить. Ничего не должно подгорать. Сделайте меньше температуру. И постоянно мешаем. Все должно хорошо разогреться и соединиться. Обязательно попробуйте. А как же не попробовать? Так, теперь смотрите на дно сотейника. Ничего не должно пригореть. Я постоянно очень быстро мешаю. Все должно хорошо соединиться, но не пригореть. Вся масса должна хорошо остыть перед тем, как соединять ее с кремом. Теперь берем мягкое сливочное масло. Значит, у меня масло 82,5%. Смотрите, масло сейчас качество разное. Самое главное, чтобы оно не расслоилось. Это сейчас очень важно. И иногда даже приходится искать такое масло. Теперь взбиваем масло. Добавляем частями сгущенку. Вот так. Так, теперь добавляем ореховую массу сюда же. И все будем хорошо перемешивать. Вся эта масса мне напоминает орешки со сгущенкой. Теперь весь крем можно убрать в холодильник минут на 10-15, чтобы масло начало схватываться. Так будет удобно наносить крем на весь торт. Так, теперь берем корж. Он у нас остыл. Нужно снять пергамент. Вот так у меня отходит очень хорошо. Когда корж остывший, крем не потечет. Учтите это, поэтому перемазывайте холодный корж. Его нужно разрезать ровно пополам. У меня корж приблизительно так делю пополам. И каждую половинку нужно разрезать тоже пополам. Так, и еще раз пополам. Смотрите, какие коржи получились внутри. Теперь будем собирать весь торт. Итак, перекладываем первый корж, отправляем сюда крем. Все хорошо распределяем. Ничем коржи я не пропитываю. Такой был рецепт, и так я и делаю. Так, накрываю сверху вторым коржом и тоже перемазываю кремом. Получается такой один большой сладкий бутерброд. Сверху, чтобы торт был ровный, я буду укладывать низ кожи, а он более ровный. Поэтому вверх переворачиваю, так сказать, вверх дном. Доперемазываю сейчас кремом и затяну кремом весь вверх. Значит, сверху нужно затянуть все кремом, чтобы сверху хорошо держалась посыпка. Поэтому тщательно пройдитесь по бокам. Весь тортик посыпаем печеньем. Печенье уходит сюда достаточно много. Берите вкусное печенье, от этого, собственно, и зависит вкус торта. Значит, часть печенья пропитывается этим кремом, и прослойка сверху очень вкусная получается. Поэтому все, собственно, и зависит от печенья. Итак, затягиваем сверху, по бокам, везде, и убираем тортик в холодильник пропитываться минимум за 4-6 часов. Чем дольше постоит, тем лучше. Торт постоял всю ночь в холодильнике. Мой совет, за пару часов до того, как вы хотите подать его на стол, лучше достать его из холодильника. Чтобы масло в креме стало мягкое, тогда торт будет немного мягче. Но я только что достала, сейчас покажу вам, какой он разрезается, когда только-только из холодильника. Когда торт постоит пару часов без холодильника, масло в креме становится мягким, торт получается очень вкусный. Смотрите, как он режется после того, как он у меня постоял на столе пару часов. Вот так. Итак, пробуем. Значит, сразу хочу сказать. Торт не влажный. Это не такой бисквитный торт, как мы вот все привыкли. Этот тортик под чай или кофе. Я вам скажу, на что по вкусу он мне похож. Ребята, это как орешки со сгущенкой, только в виде торта. Ну, правда, очень круто и вкусно. И не думайте, что торт сытный, хватит на большую компанию. Улопают по два куска. Знаете, как с чаем хорошо идет? А когда это вкус детства, это вообще хочется съесть много и вспомнить все. Хорошо, приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комменты. Очень жду комментарии на этот тортик. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка на инстаграм под видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok